Здравствуйте подписчики и гости моего канала! На дворе у нас конец октября и многие садоводы-огородники задаются вопросом, что же еще можно посадить? А я вам скажу, в октябре можно посадить много чего. И самыми популярными являются такие холодостойкие культуры, как свекла, укроп, морковь, салат и чеснок, конечно же. Семена свеклы лучше сеять, когда земля промерзнет на глубину 5 сантиметров. Рекомендуется выдерживать расстояние в 20 сантиметров между рядами. Засыпать бороздки необходимо питательным грунтом. Укроп, морковь, сельдерей, кинза сажаются по одинаковой агротехнике. Для этих культур важно, чтобы почва была максимально качественно очищена от сорняков. Перед посевом в грядку необходимо добавить торф, древесные опилки, песок, залу, а также минеральные удобрения. Глубина бороздок не должна быть более 2 сантиметров. Между рядами нужно оставлять минимум по 15 сантиметров. После того, как семена будут посажены в землю, их присыпаем перегноем. Затем поливаем, мульчируем сухим торфом. Лук на перо сеять на глубину до 3 сантиметров. При сильных морозах стоит утеплить посадки перегноем или торфом, уложенным слоем толщиной от 8 до 10 сантиметров. Посаженный в конце октября чеснок выживет даже во время зимней оттепели. Глубина заделки зубчиков зависит от их размеров. Чем крупнее зубчик, тем глубже он должен сидеть в почве и наоборот. Не забываем, что в конце октября можно посадить аптечную грядку. Заполнить ее ромашкой, шалфеем, мятой и лекарственной валерьяной. Семена этих культур не нужно заглублять, лучше просто рассыпать по поверхности и укрыть слоем торфа в полтора сантиметра. Теперь вы знаете, какие овощи и травы можно посадить в конце октября. Но перечень работ на участке этим не ограничен. Есть еще много работ в саду. Но о них мы поговорим в следующем видео. Видео на канале выходят каждый день. Подпишись и завтра выйдет новое интересное видео. До скорых встреч, богатых урожаев. Пока, пока, пока.